Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Яна Поплавская разнесла Эрнста и Первый канал за то, что в момент, когда вчера происходили эти ужасные события в Крокус-Сити, по Первому каналу шла развлекательная программа «Голос». Откровенно признаться, я планировал вечером, возможно, посмотреть, но когда в зале увидел новости, вот, наверное, до этой минуты, собственно говоря, все перевернулось абсолютно, и все планы, и все. И вчера, когда я смотрел постоянно новости, каждую минуту, естественно, ждешь, что происходит, что где, как задержали, не задержали, сколько людей, все эти видео пересматриваешь. Дело все в том, что я видел, что люди пишут, что как так, сейчас по Первой программе идет «Голос», то что такое, почему. Потому что люди, естественно, ждали, что, ну, прервут, конечно, на федеральных телеканалах и будут как-то освещать это событие, какие-то делать прямые включения. И я даже не включал, не смотрел, думаю... Значит, и вот, что сегодня я читаю. Танцевали на костях, пока люди умирали под горящими завалами. Поплавская в ужасе, пишут СМИ от безразличия первого канала трагедии в Крокус-Сити-Холл. При этом она похвалила телеканалы «Звезда», «Спас», «Россия-24», которые мгновенно отреагировали на страшные события, изменив эфир. В своем телеграм-канале Яна Поплавская обвинила телевизионщиков в безразличии к теракту в Крокус-Сити. По словам Поплавской, в разгар трагедии на главной кнопке страны, как любит, говорит Эрнст, транслировали шоу «Голос». «Ни сердца, ни совести, ни сострадания к погибшим и раненым», пишет она. «А федеральные каналы ТВ пляшут и поют в часы трагедии». «Позор! Нельзя снять с эфира записной голос! Там нет ваших людей, там чужие люди, чужой страны погибли», пишет Поплавская. Яна Поплавская намекнула, что на Первом канале работают непрофессионалы, которые не научились экстренно менять сетку вещания. Телевизионщики, заявила актриса, танцевали на костях, пока люди умирали под горячими завалами. Яна заявила также, что проработала на телевидении больше 20 лет, поэтому россказням о том, что записанную программу нельзя снять с эфира, она не верит. Друзья, ну, вы знаете, в принципе, в принципе, по Москве отправить бригаду корреспондентов быстро, экстренно туда, раз сказать, друзья, у нас тут, ты сказать, и начать вести. «Россия-24» как бы специализированный новостной канал, да? Ну, спас, звезда, нет, конечно, да? Но они сделали это. По-хорошему, это главный канал страны. Я не знаю, может быть, было решение, как бы, скажем так, я не могу найти объяснение, но можно сказать, не сеять панику, а такая паника, все и так в Телеграме сидели, смотрели. Сейчас по телевизору вообще мало кто что смотрит, но, собственно говоря, вот я сегодня утром включил «Россия-24», увидел интервью парня, который накинулся на террориста, спас там несколько десятков, а то и сотен людей, да? Вот, то есть специализированный канал. Ну, наверное, я согласен с ней, безусловно, я просто пытаюсь найти, понять, почему это произошло. Сказать, что, например, на всю страну не хотели транслировать вот эти происходящие кадры, постоянно все это, но на «Россия-24» вообще без перерыва крутили, то есть прям все, что происходит, так нельзя, почему? Потому что «Россия-24» – федеральный канал, значит, общего решения такого не было, иначе бы тогда, ну, скажем, ждали окончания, чтобы там по всем каналам бы шло там что-то такое. Сказали бы в общем порядке и все, да? В данном случае такое нельзя сказать, потому что я и сегодня с утра включил «Россия-24», просто без перерыва, без перерыва обновление, прям не то, что записанный какой-то блог, а прям вот то, что я в Телеграме читаю, то они там и, грубо говоря, тоже рассказывают. Поэтому, да, это странно, это странно, это странно очень, потому что, ну, конечно, когда происходит такая трагедия, которая затронула сердца людей не только в нашей стране, а по всему миру нормальных людей, не больных людей, я имею в виду, которые, скажем, там в руководстве сопредельного государства сидят, или там тех людей, которые сегодня в социальных сетях радовались этому, нормальных людей, их больше, естественно, абсолютное большинство. Конечно, ну, когда такое произошло, ну, тут даже не обсуждается, наверное, не наверное, правильно, нужно было прерывать, потому что это же развлекательная программа, понимаете, то есть вот есть день траура, завтра, развлекательная программа, но тут, понимаете, когда у тебя недалеко от тебя вот такое происходит, да или далеко даже, но в твоей стране, и это главная кнопка, я согласен с Яной Поплавской, она всегда дает очень четкие, очень хлесткие, очень точные комментарии. Ну, конечно, мне кажется, я, мое мнение, я бы так же поступил, прервать и пустить в эфир то, что происходит, так сказать, уважаемые граждане, у нас ЧП, вот, так сказать, такое происходит в Москве, в Подмосковье, и, собственно говоря, вот идет какой-то постоянный, постоянный, скажем так. Сегодня, кстати, я прочитал, по-моему, было написано, да, где-то в Телеграме, что первый канал переходит на информационную ветку вещания, по-моему, сегодня, посмотрите, вот, кстати, я сегодня это видел, где-то сегодня в Телеграме видел, что они, по-моему, сегодня изменили ветку вещания, или на завтра, по-моему, на сегодня, что в информационном этом, то есть все как бы об этом, какие-то информационно-аналитические программы, еще какие-то что-то, но вчера действительно, когда весь, вся страна там в Телеграме смотрит видео, как люди, людей там, такое происходит, такая трагедия, пожар этот безумный вообще какой-то абсолютно, вихрь, который еще потом был там, огонь так закрутился, это было настолько страшно, да, но, конечно, когда люди включали Первый канал и видели, что там опять Гагарин прыгает, кривляется, я думаю, конечно, у людей был резонный вопрос, а это как это так может быть вообще? Это как так может быть, что там происходит такое, здесь люди пляшут, смеются, улыбаются? Другое дело, что там, видите, в голосе у них же там все, как бы, довольно странно, скажем так, сделано с каким-то, поэтому не знаю, но однозначно я с Яной Поплавской согласен и видел комментарии нескольких человек тоже по этому поводу, считая, что, конечно, это в высшей степени не просто непрофессионально, а ну как-то не по-человечески, честно скажу, не по-человечески. В этой ситуации считаешь, что там нужно всем сплотиться, поэтому не хочется кого-то там туда-сюда. Мы все должны быть едины и все должны встать плечом в плечо и сплотиться еще сильнее. Это должно нас закалить, наоборот, понимаете, не начинать разборки. Разобраться можно потом, но отметить этот факт, конечно, я думаю, необходимо. Это, конечно, очень отрицательный момент. И он один из многих уже. Друзья, что вы думаете на сей счет? Согласны ли вы с заявлениями Яны Поплавской? Обратили ли вы на это внимание вчера? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, и на мой телеграм-канал Будда Гришна в новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.